Теория принятия решений области исследования, вовлекающая понятия и методы математики, статистики, экономики, менеджменты и психологии с целью изучения закономерности выбора людьми и пути решения проблемы и задач, а также способов достижения желаемого результата, различают нормативную теорию, которая описывает рациональный процесс принятия решения и дескриптивную теорию, описывающую практику принятия решений. Процесс решения проблемы и задач. Рационализированный процесс решения проблемы и задач включает следующие этапы, при необходимости выполняемые одновременно, параллельно, итерационно, с возвратом, к исполнению предыдущих этапов, ситуационный анализ, идентификация проблемой, постановка целей, поиск необходимой информации, формирование множества возможных решений, формирование критериев оценки решений, разработка индикаторов и критериев для мониторинга реализации решений. Проведение оценки решений, выборные лучшего решения, реализация, мониторинг реализации, оценка результата. При этом выполнение всего процесса и этапов осуществляется рационально обоснованным способом проблемы эргодичности. Для того, чтобы делать строгие статистически достоверные прогнозы на будущее, нужно получить выборку из будущих данных. Так как это невозможно, то многие специалисты предполагают, что выборки из прошлых и текущих, например, рыночных индикаторов равнозначно выборке из будущего. Иными словами, если встать на такую точку зрения, то получится, что прогнозируемые показатели – лишь статистические тени прошлых и текущих рыночных сигналов. Такой подход сводит работу аналитика к выяснению, каким образом участники рынка получают и обрабатывают рыночные сигналы. Без устойчивости рядов нельзя делать обоснованных выводов, но это вовсе не значит, что ряд должен быть устойчив во всем. Например, он может иметь устойчивые дисперсии и совершенно не стационарные средние. В этом случае мы будем делать выводы только о дисперсии. В обратном случае только о среднем устойчивости могут носить и более экзотический характер. Поиск устойчивости в рядах и есть одна из задач статистики. Если лица, принимающие решения, полагают, что процесс не является стационарным, а следовательно эргодическим и даже если они считают, что вероятностные функции распределения инвестиционных ожиданий все-таки могут быть просчитаны, то эти функции подвержены внезапным изменениям и система по существу непредсказуема. Принятие решений в условиях неопределенности Условиями неопределенности считается ситуация, когда результаты принимаемых решений неизвестны. Неопределенность подразделяется на стахастическую, поведенческую, природную и априорную. Задача обоснования решений в условиях неопределенности всех типов, кроме априорной, сводится к сужению исходного множества альтернатив на основе информации, которой располагает ЭОПР. Качество рекомендаций для принятия решений в условиях стахастической неопределенности повышается при учете таких характеристик личности ОПР, как отношение к своим выигрышам и проигрышам, склонность к риску, обоснование решений в условиях априорной неопределенности и возможно построение алгоритмов адаптивного управления, выбор в условиях неопределенности. Эта область представляет ядро теории принятия решений. Термин «ожидаемая ценность» был известен с XVII века. Блес Паскаль использовал это в описании известного пари, который содержится в его работе «Мысы о религии и других предметах». Изданная в 1670 идея ожидаемой ценности заключается в том, что перед лицом множество действий, когда каждый из них может дать несколько возможных результатов с различными вероятностями. Рациональная процедура должна идентифицировать все возможные результаты, определить их ценности и вероятности, затем перемножить соответствующие ценности и вероятности и сложить, чтобы дать в итоге ожидаемую ценность. Действие, которое будет выбрано, должно давать наибольшую ожидаемую ценность. В 1738 Даниил Бернулли опубликовал влиятельную статью, названную «Изложение новой теории измерения риска», которую он использует в «Санкт-Петербургский парадокс», чтобы показать, что теория ожидаемой ценности должна быть нормативно неправильной. Он также дает пример, в котором голландский торговец пробует решить за страхователей груз, посылаемый из Амстердама в Санкт-Петербург зимой, когда известно, что из 5%-ный шанс, что судно и груз будут потеряны. В его решении он определяет функцию полезности и вычисляет ожидаемую полезность, а не ожидаемую финансовую ценность. В 20-м столетии интерес был повторно подогрет работой Абрахама Вальда, указывающей, что две центральные проблемы ортодоксальной статистической теории, а именно проверка статистических гипотез и статистическая теория оценивания, могли обе быть расценены как специфические и специальные случаи более общей теории принятия решений. Эта работа вводила большую часть ментального пейзажа современной теории принятия решений, включая функции потери, функции риска, допустимые решающие правила, априорные распределения, байесовские правила решений и минимаксные решающие правила. Термин «теория принятия решений» непосредственно начал использоваться в 1950 году Эулеманном. Возникновение теории субъективной вероятности из работ Фрэнка Рэмси, Бруно де Финетти, Леонардо Сэвиджа и других, расширяет возможности теории ожидаемой полезности до ситуаций, где доступны только субъективные вероятности. В то же время раньше в экономике вообще предполагалось, что люди ведут себя как рациональные агенты и таким образом теория ожидаемой полезности также продвинула теорию реального человеческого поведенческого принятия решения при риске. Работа Мариса Алле и Даниэля Элсберга показала, что это было не так очевидно. Теория перспектив Даниэля Канемана и Амоса Тверски помещает поведенческую экономику на более прочную опору свидетельств. Эта теория указала, что в фактическом человеческом принятии решений потери чувствительнее выигрышей. Кроме того, люди более сосредоточены на изменениях полезности своих состояний, чем на полезности самих состояний, а оценка соответствующих субъективных вероятностей заметно смещена относительно присущей каждому. Точки очиота ошибки первого и второго рода. Разделение ошибочных решений на ошибки первого и второго рода вызвано тем, что последствия от разного рода ошибочных решений принципиально различаются в части того, что упущенный выигрыш оказывает меньшее влияние на ситуацию, чем реализованный проигрыш. Например, для биржевого трейдера последствия того, что акции не были куплены, когда их следовало покупать, отличаются от последствий ситуации. Когда акции были куплены, но покупать их не следовало, первая ситуация может означать упущенную выгоду, вторая – прямые потери вплоть до разорения трейдера. Аналогично для политика отказ от захвата власти в революционной ситуации отличается по последствиям от проигранной попытки захватить власть. Для генерала начать военную операцию, которая будет проиграна, гораздо хуже, чем упустить ситуацию, когда можно было провести успешную операцию. Вместе с тем, классификация ошибок первого и второго рода допустима только в ситуациях, когда ведется точный учет и анализ рисков. Так, С. Гафуров отмечал для ситуации биржевых брокеров, многие полагают, что стратегическая задача аналитических служб – не увеличение прибыли, а минимизация возможных потерь. И это принципиальное отличие. С точки зрения теории игр оптимальные решения аналитиков должны отличаться от оптимальных трейдерских действий. Предполагается, что оптимальные стратегии, реализованные в рекомендациях аналитиков, исходят из принципа минимизации максимальных проигрышей. В то время как для трейдеров Minimax – неприемлемая стратегия, и в общем виде оптимизация решений трейдеров формализуется только с точки зрения Байесовского подхода. Отсюда и необходимость специальных функциональных подразделений, обеспечивающих баланс стратегий, управляющих фондами. Компании ожидают от фондовых аналитиков непредвзятых прогнозов и обоснованных рекомендаций. Одни и свойства таких прогнозов очевидны – точность, достоверность. Другие, такие как воспроизводимость, методологическая корректность или рабастность, часто остаются в ней поле зрения как специалистов, делающих прогнозы, так и тех, кто эти прогнозы оценивает. Альтернатива теории вероятностей Очень спорная проблема – можно ли заменить использование вероятности в теории решения другими альтернативами? Пароники нечеткой логики, теории возможностей, теории очевидностей Демпстера, Шафера и Дерр поддерживают точку зрения, что вероятность – только одна из многих альтернатив, и указывают на многие примеры, где нестандартные альтернативы использовались с явным успехом. Защитники теории вероятности указывают на работу Ричарда Трелкилда Кокса по оправданию аксиом теории вероятностей. Парадоксы Бруна де Финетти как иллюстрацию теоретических трудностей, которые могут возникнуть благодаря отказу от аксиом теории вероятностей, теоремы совершенных классов, которые показывают, что все допустимые решающие правила эквивалентны Байесовскому решающему правилу с некоторым априорным распределением и некоторой функцией полезности. Таким образом, для любого решающего правила, порожденного невероятностными методами, либо есть эквивалентное Байесовское правило, либо есть Байесовское правило, которое никогда не хуже, но иногда и лучше. Действительно, значность вероятностной меры под сомнение была поставлена только однажды Д.Ж.М. Кинсом в его трактате «Вероятность». Но сам автор в 30-х годах назвал эту работу самой худшей и наивной из его работ, и в 30-х годах стал активным приверженцем аксиоматики Калмагорова Эрфон Мезес и никогда не ставил ее под сомнение. Конечность вероятности и счетная аддитивность – это сильное ограничение, но попытка убрать их, не разрушив здание всей теории, оказались тщетными. Это в 1974 году признал один из самых ярких критиков аксиоматики Калмагорова – Бруно де Финетти. Более того, он показал фактически обратное – отказ от счетной аддитивности делает невозможными операции интегрирования и дифференцирования. Следовательно, не дает возможности использовать аппарат математического анализа в теории вероятностей, поэтому задача отказа от счетной аддитивности – это не задача реформирования теории вероятностей, это задача отказа от использования методов математического анализа при исследовании реального мира. Попытки же отказаться от конечности вероятности и привели к построению теории вероятностей с несколькими вероятностными пространствами, на каждом из которых выполнялись аксиомы Калмагорова. Но суммарно вероятность уже не должна была быть конечной, но пока неизвестно каких-либо содержательных результатов, которые могли бы быть получены в рамках этой аксиоматики, но не в рамках аксиоматики Калмагорова. Поэтому это обобщение аксиом Калмагорова пока носит чисто схоластический характер. Гафуров полагал, что принципиальным отличием теории вероятности Кейнса от Калмагоровской является то, что Кейнс рассматривает статистику с точки зрения теории принятия в решении для нестационарных рядов, для Калмагорова, фон Мезеса, Фишера и П.Р. Статистика и вероятность применяются для существенно стационарных и эргодичных рядов, окружающего нас физического мира. Известно, что теории нещетких множеств в определенном смысле сводятся к теории случайных множеств, то есть к теории вероятностей. Соответствующий цикл теорем приведен в книгах А. и Орлова, в том числе и указанных в списке литературы ниже. Парадокс выбора. Во многих случаях наблюдается парадокс, когда больший выбор может привести к худшему решению или вообще, к отказу принять решение. Иногда это теоретически объясняется тем, что называется параличом анализа реального или воспринятого, а также, возможно, рациональным невежеством. Много исследователей, включая Шенуэса Ингара и Марка Эрлеппера, опубликовало исследование этого явления. Также у нас сейчас есть центральная проблема выбора – свобода выбора. Понимание Барри Шварца выбор не сделал нас свободней, но ограничил, не сделал нас счастливее, но постоянно вызывает неудовлетворенность. Моделирование принятия решений. Многоплановой моделью для исследования различных аспектов теории принятия решений являются деловые шахматы. При этом в качестве экспертных систем возможно применение существующих шахматных компьютерных программ.